У нас нет нормальной политической системы, в которой есть политические партии, независимые, самостоятельные, борющиеся за власть. А у нас есть некая перекошенная система. Люди действительно, ну совершенно очевидно, просто на глазах повышают градус своей лютой любви к правящей партии. Люди, очевидно, злеют. Это очень хорошо чувствуется. Я полностью разделяю позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, озвученную им в 2012 году, когда он сказал, что мы должны обеспечить видеотрансляцию с каждого участка, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, чтобы все можно было посмотреть и проверить. Когда мне говорят, что сейчас у нас проголосует 2 миллиона человек электронно, я бы предложил эти 2 миллиона просто не учитывать. Потому что проконтролировать, насколько они реально проголосовали, невозможно. Добрый день, дорогие друзья. В гостях у нашего канала Михаил Леонидович Тимонов, представитель фракции «Справедливая Россия» в Московской городской думе. Здравствуйте. Добрый день. Михаил Леонидович, сегодня хочется с вами обсудить грядущие выборы. Вы куратор проекта «Гражданин-наблюдатель». Это одна из самых важных сейчас вообще вещей, которые есть в современной политике. Для начала разговора зачитаю небольшой пост из телеграм-канала «Низыгарь», который славится своей близостью к администрации президента и все остальное. И вот они, значит, обсуждают. Из коридоров АПшки, то есть администрации президента, на днях подоспел очередной федеральный срез, который заставил всех заерзать на своих теплых местах. Ведь их можно и потерять в ближайшее время. Из запроса, проводимого в масштабах страны, следует, что порядка 40% избирателей пока не определились со своим выбором. Среди тех, кто еще думает над тем, кого поддержать, лидирует позиция КПРФ. Справедливая Россия по неопределившимся обгоняет ЛДПРовцев. Что совсем неудивительно, так как у жириновцев ограниченный электорат. Мы понимаем, что Жириновский это вообще верный, вернейший соратник единой России. И вот даже провластная социология показывает резкий рост интереса к левым партиям, к КПРФ, к справедливой России. Сейчас главный вопрос, удастся ли нам закрепить, удержать, доказать нашу победу на выборах. Что для этого нужно делать, к чему готовиться? Вы постоянно, Михаил Ильич, публикуете в своих телеграм-каналах информацию о том, как людей загоняют на электронное голосование, что его невозможно проконтролировать, другие факты готовящихся нарушений. Расскажите об этом подробнее. Так, ну вы на самом деле в один вопрос вложили как минимум несколько. Окей, попробую по порядку. Это скорее не вопрос, это обозначение темы, о которой хочется поговорить. Я понял, я понял. Хорошо, значит, сначала уточню, я не куратор, а гражданин-наблюдатель. Гражданин-наблюдатель никем не курируется, слава богу. Я член координационного совета. Координатор, прошу прощения. Это да, это, слава тебе Господи, с 2012 года, по-моему, я член координационного совета. Одновременно я координатор и лесокоординатор трех московских административных округов. Ну и в рамках этого, да, имеют, так сказать, некоторое отношение к организации общественного и электорального контроля в Москве. По поводу опроса, который цитировался, понимаете, на мой взгляд, сейчас вообще происходит интересная штука. Люди все больше понимают, что, к сожалению, у нас нет нормальной политической системы, в которой есть политические партии, независимые, самостоятельные, борющиеся за власть. А у нас есть некая перекошенная система, в которой все официально зарегистрированные партии находятся под примерно одинаковым, чудовищным давлением. Ну и примерно одинаково на него реагируют в стремлении сохранить партийную лицензию. Соответственно, если мы посмотрим на голосование принципиальной Московской городской думы, где у нас представлены три фракции, самая большая оппозиционная фракция КПРФ, потом Яблоко и Справедливая Россия, мы увидим интересную штуку. Депутаты голосуют отнюдь не по фракционному признаку. Они голосуют в основном по тому, зависимые они или они все-таки сохранили определенную независимость. Вот это очень четко видно. А в Единой России есть хоть один депутат, который голосует по совести? Ну, понимаете, я бы не хотел давать таких оценок. Я надеюсь, они все голосуют по совести, просто их совесть требует голосовать не так, как голосуют независимые депутаты оппозиционных фракций. Например, мы регулярно голосуем против утверждения бюджета города-героя Москвы, представляемого мэрией. Собственно, я в свое время был единственным руководителем фракции, который проголосовал против, и через пять минут по окончании заседания я перестал быть руководителем фракции. Мы голосуем против принятия отчета мэра. Ну и помнится, было такое замечательное голосование о поддержке региональными парламентами обнуления Конституции. Помните, ну вот тут тоже оказалось, что московский парламент самый оппозиционный в стране. Ну, вероятно, потому что он самый молодой, самый недавно избиравшийся. Так что сейчас люди все больше смотрят уже на конкретные лица, а не на то, от какой партии выдвигается человек. Дальше что хочу сказать? Ну да, на самом деле для того, чтобы на что-то рассчитывать, вероятно, надо, чтобы совпало три фактора. Первый фактор вы совершенно верно обозначили – люди. Люди действительно, ну, совершенно очевидно, просто на глазах повышают градус своей лютой любви к правящей партии. И причины искать далеко не надо. Да, мы все просто, ну, выходишь в магазин, выходишь на улицу, ты все видишь, ты все понимаешь, что тут говорить. Второе, второй фактор, который… Михаил Ильич, ну, тут надо тоже отметить, интересно, что много лет зомбоящику удавалось людей удивить, что в росте цены других проблемах виноваты Обамы, Трампы, Байдены и все остальные, все кто угодно, кроме нашего руководства, все-таки лед тронулся. На мой взгляд, степень и скорость обеднения, снижение уровня жизни народа идет таким темпом, что народу уже плюс-минус все равно, кто там был в первоисточнике. И даже если нассал в подъезде Обама, то, извините, а кто не убрал? Понимаете, вот такая штука. То есть люди, очевидно, злеют. Это очень хорошо чувствуется. Второй фактор – это фактор умного голосования. Несомненно, оно доказало себя как отличный инструмент для консолидации протестного электората, ну и даже, пожалуй, увеличение явки. Потому что, ну, очевидно стало, что с его применением, когда люди договариваются, идут, голосуют вместе, на самом деле пофиг уже за какого кандидата. Лишь бы этот кандидат был сильным и мог действительно выбить единороса, то тут уже иногда получается. Поэтому явка протестная тоже растет, слава богу, потихоньку. Ну и третий фактор, который, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов – это фактор общественного контроля за выборами, фактор наблюдения. Ну вот, достаточно вспомнить, что в Московскую городскую думу ни один, ни один единоросс не прошел из Восточного административного округа. Ну, честно говоря, я полагаю, что в какой-то мере это потому, что я координирую этот округ с 2012 года, и у нас тут с наблюдением, если брать по среднемосковским меркам, в общем, лучше среднего, заметно лучше среднего. И больше наших членов избирательных комиссий, и больше наших наблюдателей, и все это более организованно. Так что вот три фактора сложившись, они иногда дают результат. Ну, в ответ мы видим, что происходит. Да, власть, естественно, все это не оставила без внимания. Там же тоже не хотят упускать вот эту власть, которую они сделали источником обогащения, к сожалению. Соответственно, мы видим, что сейчас вводится трехдневное голосование. Мы видим, что вводится электронное голосование. И мы видим, ну, просто такая уже вишенка на торте, что не будет видеонаблюдения. Ну, вот, насколько все эти три фактора перетянут те три фактора, о которых я сказал сначала, мы увидим с вами 19 числа. Михаил Леонидович, а в богатейшей Москве видеонаблюдения тоже не будет? Или будет в каком-то проценте избирательных участков? Нет, его тоже не будет. Дело не в нехватке средств. Очевидно, совершенно на эту тему я уж тоже писал. Дело в том, что просто было принято политическое решение. Причем, подозреваю, даже не на московском городском уровне. Было принято политическое решение ничего не показывать. Потому что так получилось, что наблюдатели, они же зараза такие вредные. Например, они научились скачивать все, подчеркиваю, все видео трансляции со всех участковых избирательных комиссий России. А потом уже не спеша потихонечку их смотреть. И там находилось так много интересного. Ну как это, кстати говоря, делают во время проведения единого госэкзамена в школах? Это же не одномоментно все смотрится. Часть камер транслируют онлайн, часть ведется в записи. И потом уже специальные люди сидят это все на огромных панелях смотрят. То есть технически в нашей стране есть опыт наблюдения за такими вещами. ЕГЭ же могут проводить. И в большинстве школ страны аналогичным образом уже есть видеокамеры, все оборудование для осуществления этих дел. Но они его почему-то не хотят использовать для контроля над выборами. Ну понятно почему. Более того, я полностью разделяю позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, озвученную им в 2012 году, когда он сказал, что мы должны обеспечить видеотрансляцию с каждого участка. Чтобы ни у кого не было никаких сомнений, чтобы все можно было посмотреть и проверить. Вот абсолютно согласен с Владимиром Владимировичем. Именно так и надо. И когда мне говорят, что а вдруг вот теперь понадобятся колоссальные расходы, которые мы себе не можем позволить. Ребят, а куда они понадобятся? Что камеры за это время кто-то успел своровать? Все вот эти вот десятки тысяч? Или кто-то кабель уже успел оптоволокно из земли выкопать и где-то себе на даче применить? Ну я не понимаю таких вещей. Михаил Ильич, давайте перейдем к более конкретным вещам. Вот предположим, сейчас нас смотрит человек, которого заставляют зарегистрироваться на электронное голосование. Что этому человеку делать? Соглашаться? Сопротивляться? Куда-то жаловаться? Бояться люди увольнения? Хороший вопрос. На самом деле вот это должен решать каждый человек сам. Я как я могу кому-то скомандовать, сопротивляться? Это невозможно. То есть человек либо сам находит какие-то поводы, по которым ему не надо вписываться в электронное голосование, либо он вписывается и потом думает, как ему рискнуть или не рискнуть проголосовать по совести, а не как начальник наверняка ожидает, что он проголосует. На самом деле, смотрите, в Москве, вот именно в Москве, мне представляется, что система, которая будет использована, московская разработка, она вряд ли позволит работодателю узнать, как проголосовал каждый конкретный отдельно взятый работник, чтобы потом его наказать. Но поручиться за это я не могу. Никто из нас не знает, как этот черный ящик устроен, какие там есть дополнительные блочки, на каком этапе что они позволяют контролировать. Единственное, что абсолютно понятно, это то, что, к сожалению, в электронном голосовании контроль общественный невозможен. И тот, кто утверждает иное, он либо не в теме, либо, мягко говоря, лукавит. Когда мне говорят, что сейчас у нас проголосует 2 миллиона человек электронно, ну, если честно, при нынешней ситуации, я бы предложил эти 2 миллиона просто не учитывать. Потому что проконтролировать, насколько они реально проголосовали, невозможно. Что касается трехдневного голосования, на мой взгляд, это все-таки не так, в Москве, по крайней мере, не так способ обеспечить фальсификации. Ну, в принципе, есть вот такие вот сейф-пакеты. Мы все их видели, мы всех трогали, мы все их разбирали. Мы понимаем, как они работают. Мы понимаем, что на самом деле, конечно, можно напечатать ровно с точно такими же номерами. Но если, например, вот такой сейф-пакет, уходя на ночь, обмотать скотчем, под которым будут сделаны подписи, все это тщательно обфотографировать, ну, это, конечно, затруднит скрытие пакета. Только со всех сторон надо обматывать, со всех сторон подписывать. Это понятно. Да зачем тогда трехдневное голосование? На мой взгляд, трехдневное голосование сделано для того, чтобы увеличить административный ресурс. По опыту предыдущих выборов мы понимаем, что административный ресурс, то есть принудительное контролируемое голосование, когда людей массово отправляют голосовать в обязательном порядке и подсказывают так. Ну, например, на муниципальных выборах оно составляло 5-6%. Когда проходили недавно до выбора в двух районах, мы увидели, что на трехдневке оно увеличилось чуть не до 10%. Я не думаю, что на федеральных выборах, где раньше я считал, что админресурс составляет где-то до 10%, это увеличится вдвое, но процентов до 16-17, чисто эмпирическая оценка, я думаю, увеличится. Понимаете, то есть за три дня вы можете... Пригнать больше народу, да, и заставить их голосовать. Ну, вот я сам работал в школе учителем. Раньше он мог откосить, сказать, ну, я заболел, у меня там бабушка плохо себя подняла, ну, извините, ребят, не получилось. А тут три дня, все, ты никуда не денешься, все, до кого можно дотянуться, будут задействованы. А дальше что такое админресурс 17%? Это означает, что при явке меньше 35% однозначно побеждает тот кандидат, за которого проголосовал админресурс. Ну, понятно, если половина избирателей это представители бюджетных организаций, то понятно, за кого они голосуют. Но с другой стороны, вот я работал учителем в школе. Каждые выборы нам звонили и спрашивали, вы проголосовали уже? То есть руководство школы постоянно требует отчет, учителя там и во многих классах там родители, проголосовали, не проголосовали, это держится на контроле. Но меня никогда не спрашивали, как я проголосовал. В некоторых организациях требуют предоставить, значит, фотографию бюллетеня. Вот люди, которые сталкиваются с этим требованием работодателей, им какие варианты действий? Ниточку брать с собой, прикладывать? Какие-то, может быть, другие есть способы ускользнуть вот от этой процедуры? Да, конечно, брать с собой либо ниточку, либо брать с собой черный карандаш, который потом стирать. Ну, то есть способов на самом деле масса. Ну, вот электронное голосование в этом плане, оно, конечно, гораздо хуже. Оно, конечно, гораздо хуже. А что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что вот здесь, если вы уже опустили бюллетень с поставленной галочкой, то, ну, по крайней мере, в Москве, ну, еще точнее, да, в большинстве административных округов Москвы ваш голос будет посчитан именно так, как вы его опустили. Потому что в Москве у нас достаточно большая плотность наблюдателей. Например, на 3600 московских участковых избирательных комиссий у нас около трех где-то тысяч наших членов комиссий с правом решающего голоса. Это немножко меньше 3600, 3000, но все-таки это достаточно много. Понятно, что это неравномерно распределено по Москве. Те-то совсем хорошо, где-то похуже. И те, кто играет с той стороны, конечно, знают, в каких округах у нас похуже, но просто не хочу лишний раз произносить. Вот, плюс наблюдатели. Наблюдатели, да, кстати, мы очень зовем сейчас. Заходите на сайт гражданин-наблюдателя, регистрируйтесь, потому что трех нефт. Хочешь, не хочешь, а три дня надо все это контролировать. И выходить на дно надомное еще, потому что есть мнение, что тут на надомном голосовании тоже будут ставиться очень большие целевые задачи. Соответственно, там, где раньше справлялся один-два человека, сейчас надо будет меньше минимум два, потому что один человек трое в суток, ну, наверное, не отсидит на участке, это тяжело. Поэтому приходите, пожалуйста, заходите на сайт гражданина-наблюдателя, и там есть форма записи. Вы автоматически попадете к районному координатору, который будет счастлив. Расскажите в двух словах, в чем подвох надомного голосования? Как там могут фальсифицировать голосование? Ну, надомное голосование, на самом деле, штука такая. Часто в надомное голосование включают людей, которые абсолютно даже и не собирались голосовать, и не подавали заявки. Более того, иногда эти люди не вполне понимают, что происходит. И тогда, понимаете, вот каким-то образом заполняется бюллетень, угадайте в пользу какого кандидата. Ну, более того, нам понятно, что на сегодня все-таки пожилая часть, она более традиционна, более лояльна режиму, а не больше привыкли, что какая власть не на есть, а это власть, и надо ее поддерживать, а то придет НАТО, ну и так далее. А пронаблюдать за этим процессом можно? Какие возможности у вашей, например, платформы? Ну, на самом деле, да. Возможность пронаблюдать за этим при наличии людей, конечно, есть. Один человек, условно, если на участке есть два наших человека, один остается на участке контролировать там ситуацию, другой идет на надомное голосование. На самом деле, вот тоже сразу хотел бы обозначить, не надо думать, что прям вот все участковые избирательные комиссии заряжены на фальсификацию. Тут, опять же, знаете, очень сильно разнятся отношения в разных районах, а более того, в одном и том же районе могут быть комиссии, которые действительно на это заряжены, и комиссии, которые к этому относятся. Знаете, ребят, вот не трогайте вы нас, дайте мы сделаем свое дело, в которое вы нас тащили. Там уже отсидим, тут три дня. Слушайте, Михаил Ильич, а ведь это же интереснейший вопрос. Вопрос мотивации, фальсификации. Это уголовное преступление. У нас, вот я обсуждаю с коллегами, с политиками этот вопрос, и звучит такая, например, позиция, что людей шантажируют, людям угрожают, и они вынуждены, а некоторые вошли во вкус. Просто вот фальсификации прям вот тотальные. Вы все-таки говорите, что у того же руководства школ есть какая-то возможность для маневра. Расскажите об этом подробнее. Кого заставляют, кого не заставляют? Как это происходит? До вас же наверняка доходит такого рода информация. Да, конечно. Ну, смотрите, я подразделяю, наверное, фальсификаторов... Нет, не так. Фальсификаторы, наверное, да, двух типов. Один тип – это люди, которые действительно делают это охотно, желая выслушаться и заработать денег. Бывают люди, которых, ну, фактически принуждают, при этом тоже, конечно, потом позитивно мотивируя. Но, еще раз, комиссии разные. Все-таки, на мой взгляд, по крайней мере, в Москве. Да, конечно, я участвовал в выездах наблюдателей за пределом кадра и видел там самые разные, вплоть до братства и на участках. Но в Москве, все-таки, на мой взгляд, большинство комиссий не заряжены изначально на фальсификацию, особенно в последнее время. Потому что, еще раз, понимаете, одно дело, когда у вас нету в комиссии человека, изначально заряженного на твердое соблюдение закона, твердое соблюдение процедур. Тогда у вас возникает соблазн. Но если у вас возникает в комиссии вот такой человек, а таких наших людей примерно на три тысячи уже есть, ну, понимаете, вот тут возникает такая ситуация. Он же наблюдает за всем этим. То есть вы будете что, будете подставляться, а вам, опять-таки, уже и неудобно как-то, а с другой стороны. Теперь, когда вам говорят, «Вася, ты там понимаешь, какой результат нужен?» Вася всегда может ответить, «Иван Иванович, так ну как, у меня же вон там какой член комиссии глазастый сидит, вы же знаете». «А, ну да, вот всегда там». «Ну ладно, бог с тобой». То есть примерно вот так вот это работает. Понимаете? То есть наблюдатель даже самой комиссии дает отмазу не исполнять преступный приказ? По сути, да, несомненно. Особенно, если это член комиссии с правом решающего бонуса, который имеет право затребовать любой документ, имеет право все посмотреть. Особенно, если это активный, мотивированный и знающий свои права член комиссии, ну, тогда просто уже тому, кто организует фальсификации, проще махнуть рукой, чем все-таки что-то приказать, настоять, додавить и понимать, что неизбежно за этим будет скандал. А скандал будет. Помните, как на последних президентских выборах в трех участках в Люблине переписали протокол, еще в одном знакомом. У людей не было такой необходимости, никакой там. Понятно было, что Путин проходит. Но у них, видимо, было желание показать рекордный результат, заслужить какую-то отдельную премию, а они пошли на переписывание протокола. Ну, в Москве это вообще редчайшая история. Это штучно, реально. Каждые выборы это штучно, считаем по всему городу. Вот, они на это пошли. Скандал, помните, какой был? Ну, и вот эти все четыре участка были в итоге отменены. Результаты. Вот здесь еще один важный вопрос возникает. Каждые выборы... Ну, вот сейчас мы говорим про фальсификацию, про подтасовки, там еще можно вспомнить и карусели, и вбросы, и такие, и сякие. Это уже общее место. Мы об этом говорим, об уголовном преступлении всероссийского масштаба, которое совершается по предварительному сговору огромной группой лиц, и это нормально. Каждые выборы в интернете оказываются видеозаписи, как куда вбрасывали, там различного рода фальсификации, подтасовки. Потом уголовных дел не появляется. Пропагандисты нам рассказывают, Памфилова рассказывает, да это все фейки из интернетов ваших. И вообще, как нам доказывать, когда и где конкретно выборы будут украдены, отстаивать, что на таких-то участках нужно их признать недействительными, обнулить и так далее? Ну как, точно так же, как мы это делаем в Москве с 11-12 года. Просто надо, чтобы на участках, на каждом участке, чтобы были наши независимые либо члены комиссии, либо наблюдатели, которые контролировали соблюдение законности при подсчете и проведении выборов. То есть вот когда все это соблюдается, ну как-то, видите, в городе порядок наступает. Вот в Москве, на самом деле, до прошлогоднего вот этого жуткого обнуления Конституции, на мой взгляд, было достаточно приемлемо. Особенно по сравнению с некоторыми провинциями. Ну вот прошлогоднее вот это вот действие, выражаясь политкорректно, на мой взгляд, очень сильно ослабило дисциплину в электоральной системе. Потому что это же электоральную систему привлекли к этой процедуре, которая отнюдь не по 67 ФЗ происходила. Ну в Москве, я не знаю, я надеюсь, что как-то все-таки еще не до конца устои расшатаны, а вот в провинции у меня ощущение, что теперь все это будет работать по принципу «теперь можно все». Знаете, вот это мне очень не нравится, это меня очень напрягает. Ну а дальше у меня. Ну есть некий естественный процесс. Если у вас много наблюдателей, если у вас в сети по окончании выборов появляется много роликов о том, как это все происходило. Только это все фейки, понимаете, это все фейки, на которые можно не обращать внимания. Компьютерная графика. Да, да. Ну, понимаете, это можно говорить с трибуны, а кого вы этим обманете? Ну никого. Никто же не верит уже, понимаете. То есть в итоге вы что получите? Вы получите, во-первых, нелегитимную власть, в легитимность которой народ верить не будет, а это плохо. А поддержание нелегитимной власти и энергетической всегда гораздо более затратно, чем поддержание власти в легитимности избрания которой, не сомневается, ни народ, ни международное сообщество. Это общее место. Да, ровно поэтому любой черный полковник, там, совершив переворот в какой-нибудь республике, норовит сразу, вот как только затихнет провести, все-таки выборы и стать законным президентом. Иначе бы он этого не делал, если бы это не было энергетически выгодно. Ну, а второе следствие, ну, мы помним 11-й год, да, мы помним, как оно бывает, когда народ, раздраженный чем-то, вдруг видит, что еще и выборы ему сфальсифицировали, а народ выходит на улицу. Такие вот последствия. С другой стороны, чего ожидать честным наблюдателям? Насколько я знаю, их регулярно пытаются там подкупить, угрозы тоже сыпятся. Все-таки люди, которые занимаются фальсификациями, рискуют в тот же момент и уголовным преследованием. Вот с чем столкнутся наблюдатели, которые решатся, ввязаться в эту ответственную, благородную деятельность? Ну, вы знаете, нет. Все-таки попыток подкупить, я что-то вообще не помню так на своей практике. Правда, все, в общем-то, понимают, что, ну, если мы забесплатно идем наблюдать, ну, наверное, предлагать нам 10 тысяч за то, чтобы мы на что-то приподзакрыли глаза, ну, это как-то глупо. Попытки давления силового, да, помню, такие были. Собственно, вот когда был тот возмутительный случай влюблении с переписыванием протоколов, для меня все это началось со звонка нашего наблюдателя оттуда, который сказал, что ему угрожают расправы, если он не отдаст копию настоящего протокола. Ну, я там среди ночи подрывался влюблено, наводил конституционный порядок, вот это все, выводил дело в большой паблик сразу. А вот это, например, конкретная история, она все-таки закончилась уголовным делом? Она закончилась отменой результатов трех участковых избирательных комиссий влюблении и одной в Нагорном. Что касается уголовки, да, по-моему, там что-то такое было возбуждено, условно что-то кому-то дали, ну, то есть, как всегда. Не, ну, если хотя бы дается условка, это уже важно. Люди хотя бы не будут снова работать в избирательных комиссиях, я полагаю. Ну, один год, если там срок один год дали, то условно, ну, один год не поработают. Ну, а дальше нет, конечно, вряд ли их направят туда, потому что будут понимать, что мы-то их запомнили и обязательно отследим только они еще, в которой любые люди, это человек, ну, очевидно. Хорошо, Михаил Леонидович, спасибо вам за экспертную оценку, за ваши комментарии, спасибо за то, что раскрыли тему. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Михаила Тимонова в Телеграме. Михаил Леонидович, до новых встреч. Спасибо, с удовольствием поработаю с вами еще. И все записывайтесь наблюдательно. До свидания. До свидания.